Более 150 мероприятий запланировано в городском округе Щелково в рамках празднования Дня Победы. Подготовку к ним обсудили на оперативном совещании. 46 торжественных мероприятий с возложением цветов, два военных парада на площади Ленина и микрорайоне Чекаловский в Щелкове, празднование во всех центральных домах культуры городского округа. И это далеко не полный список мероприятий в честь Дня Победы. Также для ветеранов запланированы праздничные обеды и торжественные приемы, вручение подарков у езды на центральное мероприятие города Москвы. 7 мая мы проведем генеральную репетицию военных парадов с начальником местного гарнизона, который пройдет в соответствии с тем же временем, как и 9 мая, в микрорайоне Чекаловский в 10.00 и в 11.30 в центре города Щелково. Заканчивается работа паблоустройства у 59 памятников, мемориальных комплексов и обелисков. До 5 мая на них должны высадить цветы. До 30 апреля территории муниципалитета украсят флажки и иллюминации, а до 7 мая – арт-объекты. Сегодня на оперативном совещании мы поднимали несколько разных вопросов. Это и вопросы, связанные с недостроенными объектами, это вопросы исполнения бюджета. Но самый главный вопрос, который мы обсуждали, это подготовка к праздничным мероприятиям, связанным с Днем Победы. Мероприятий будет очень много, программа насыщенная, и сегодня счел необходимым поднять этот вопрос для обсуждения. Выступал мой заместитель Родионов Юрий Николаевич, который озвучил, какие мероприятия будут проходить в рамках этих праздников. Кроме этого, на оперативном совещании в администрации округа обсудили ход работ по ликвидации объектов незавершенного строительства. На учете у администрации 61 такой объект, 14 из них незавершенного строительства и 47 самовольно построенных. Сейчас работа по ним ведется. Также доложили об исполнении местного бюджета городского округа за первый квартал этого года. Екатерина Сюсенко, Александр Рожевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...